Всем привет! В эфире канал ОТС Мировые Новости, а в студии Дмитрий Белькевич. И через несколько секунд я расскажу вам много интересного о событиях, людях и курьезах, произошедших в России и других странах мира. Вот что мы подготовили для вас сегодня. В пути мы встретились с военным кораблем, и наша лодка с ним столкнулась. Через 10 минут она начала тонуть. Мы оказались в воде, но жена и сын были в каюте и не смогли выбраться. В поисках лучшей жизни нелегальные мигранты тонут на пути в Европу. Сколько на этот раз ушли ко дну? Очередной случай стрельбы в США закончился гибелью людей. С начала весны счет погибших идет уже на несколько десятков. Что толкает на такие зверства? Мы обеспечиваем электричеством школу, поэтому помогаем обучать детей. А подавая электроэнергию в больницу, мы помогаем всем людям. И помолиться может и город электричеством обеспечить. В Конго монахиня демонстрирует невероятные навыки. Очередные жертвы нелегальной миграции и стрельба в американском штате. Об этом в рубрике «Жесть». Низкий уровень жизни потолкнул жителей Ливии к отчаянному шагу. Перегруженное людьми судно отправилось по Средиземному морю к берегам Европы, где большинство нелегальных беженцев намеревались обрести счастье. Однако все их мечты разбились о борт военного корабля. Есть жертвы и пропавшие без вести. Не менее шести человек, включая девочку, погибли, когда затонула лодка с мигрантами у побережья Ливана. Военные спасли 47 человек. Примерно ещё 10 числятся пропавшими без вести. Небольшое судно с ливанцами и сирийцами нелегально направлялось к берегам Европы. На борту было примерно 60 человек. Это намного больше, чем оно способно выдержать. Военные с патрульного корабля сообщают, что уговаривали мигрантов перейти к ним на борт. Потом перегруженное судно стало тонуть. Мохаммед был на лодке и успел спастись, но его жена и сын пропали без вести. «В пути мы встретились с военным кораблём, и наша лодка с ним столкнулась. Через 10 минут она начала тонуть. Мы оказались в воде. Но жена и сын были в каюте и не смогли выбраться». Некоторые спасшиеся пассажиры говорят, что военные угрожали им и специально протаранили лодку, поскольку мигранты добровольно не остановились. Между тем министр транспорта Ливана посетил порт Триполи, куда доставили спасённых. «Ливанская армия и ВМС Ливана продолжают поисковую операцию в море. Также военные выясняют, сколько всего людей находилось на лодке». Ливан много лет принимал беженцев. Но в октябре 2019 года в стране начался экономический кризис. Национальная валюта потеряла более 90% своей стоимости. Десятки тысяч людей остались без работы. Три четверти населения оказались за чертой бедности. Многие ливанцы и сирийские беженцы хлынули в Европу. За последние три года туда перебрались сотни людей, но десятки были задержаны военно-морскими силами. Ежегодно по Средиземному морю в Европу плывут тысячи мигрантов. Часто опасные путешествия заканчиваются трагедией. Так, в эти выходные у берегов Туниса потерпели крушение сразу четыре лодки. На них находилось 120 мигрантов. Не менее 12 погибли, еще 10 пропали без вести. 98 человек удалось спасти. Двое убитые, 8 ранены в результате стрельбы, которая тут, тут, там возникала в Милоке. И это не итоги недели, а итоги всего 10 часов. Один из смертельных случаев стрельбы произошел ночью. Жертвой стала 19-летняя девушка. По данным полиции, речь о темнокожей девушке. Подозреваемый арестован. В поддержку семьи жертвы в городе прошли демонстрации, собравшие десятки местных жителей. Добавлю, о списке насилия в США мы говорили уже несколько недель подряд. Стрелять стали чаще, и жертв стало больше после того, как уровень жизни в стране стремительно начал снижаться из-за роста цен на продукты и топливо. Если с огнем и водой британская сталь справляется, то с ценами на электроэнергию металлурги совладать не могут. Из-за опасений, что предприятия не выполнят заказы, клиенты как с цепи сорвались, оформили договоры на полгода вперед. Вверх пошли и цены на продукцию. Выдержит ли отрасль? Британская сталь в последние недели подорожала на 70 процентов. Однако клиенты выстраиваются в очередь за новыми партиями. Глава одной из компании говорит, что теперь портфель заказов вместо 4-6 недель увеличился до полугода. Клиенты спешат, поскольку опасаются дальнейшего повышения цен. Стоимость чугуна и металлолома зашкаливает из-за событий на территории Украины, а огромное количество энергии, необходимой для переплавки двух исходных материалов, никогда не было настолько дорогим. «С начала 2020 года мы видели, как цены выросли как минимум в пять раз. Я бы сказал, что они выросли в четыре раза к концу 2021 года. А затем в начале этого года они установили рекорд – около 70 фунтов за мегаватт». С аналогичными проблемами сталкиваются производители стали и другие промышленные компании по всей Европе. Они вызваны стремительным ростом цен на электроэнергию, а также пандемией COVID. Впрочем, в Великобритании ситуация особенно острая. Здесь цены на энергию для выплавки стали на 50-60% выше, чем у аналогичных компаний в Германии и Франции. Всё это усугубляется ростом стоимости сырья. Производители опасаются, что в конечном итоге цены достигнут точки, когда покупатели больше не смогут их себе позволить, что приведёт к падению спроса. Британское правительство признало, что сталелитейная промышленность в стране сталкивается с более высокими затратами на энергию, чем некоторые аналогичные предприятия в континентальной Европе. В новой энергетической стратегии в этом месяце говорится, что субсидии для крупных производителей продлят ещё на три года. Надпись «Содержит пальмовое масло» может вскоре исчезнуть с упаковок большей части продукции. Всё потому, что крупнейший экспортер этого товара, Индонезия, решил отказаться от его поставок. Почему? А вот мои коллеги расскажут. Индонезия объявила о планах запретить экспорт пальмового масла. При этом страна – крупнейший в мире производитель этого широко используемого продукта. Такое решение может значительно усилить глобальную инфляцию. Президент Джоко Видода говорит, что хочет обеспечить продуктами в первую очередь жителей страны. На Индонезию приходится более половины мировых поставок пальмового масла. Это сырьё используют в различных продуктах – от тортов до косметики. Если экспорт прекратится, начнут расти цены. В 2018 году страна прекратила выдачу новых разрешений на пальмовые плантации. Такое решение она приняла, поскольку её обвиняют в вырубке лесов и уничтожении мест обитания, находящихся под угрозой животных, таких как орангутанги. Мировые цены на сырое пальмовое масло, которое Индонезия использует для приготовления растительного масла, в этом году выросли до исторического максимума. Одновременно увеличивался спрос, а также сокращалось производство со стороны ведущих производителей. Малайзия, которая занимает второе место в мире по экспорту пальмового масла, также вряд ли восполнит этот пробел. Она сталкивается с дефицитом производства из-за нехватки рабочей силы, вызванной пандемией. Через всю Австралию намерены проехать на электрокаре, чтобы выяснить, а способна ли машина заряжаться в пути, используя лишь солнечные батареи. Дело исковано, ведь это уже не калькулятор, а транспортное средство, которое может остановиться навсегда в какой-нибудь тропической глушине. Подробнее об эксперименте в следующем материале. Объехать Австралию на электрической Тесле. Такую задачу поставили перед собой ученые. При этом зарядные станции машине не потребуются. Тесла будет питаться от печатных солнечных панелей. Именно они стали причиной путешествия. Ученые проверят свое изобретение в полевых условиях. Они первыми в мире разработали специальные чернила на водной основе для производства тонкопленочных фотоэлектрических элементов. В отличие от обычных солнечных батарей, они легкие и гибкие. Их можно свернуть в рулон и взять с собой. Во время путешествия исследователи проверят, как заряжаются панели в разных условиях, например, когда облачно или пасмурно. Это идеальный испытательный стенд. Он даст нам информацию о том, насколько эффективна эта технология в разных удаленных местах, например, в космосе. Панели печатают на обычном 3D-принтере. Краску наносят на термопластик. Получается быстро и дешево. Квадратный метр обходится в 7,5 долларов США. Такие панели пригодятся в зонах стихийных бедствий, где есть перебои с электричеством. Также их можно использовать на МКС или взять с собой в полёт на Марс. В обычном хозяйстве они тоже пригодятся. Их можно постелить на крышу или прикрепить к стене. При этом, по словам учёных, панели эффективны, даже если солнечный свет не попадает на всю площадь. Исследователи надеются, что их изобретения будут использовать и в автомобилестроении. Путешествие по Австралии продлится 84 дня. Тесла проедет 15 тысяч километров. Собою учёные взяли 18 солнечных панелей. Длина каждой – 18 метров. Жительница Конго от солнечной энергии не зависит. Она самостоятельно смастерила настоящую гидроэлектростанцию. Теперь весь городок и все его важнейшие социальные объекты запитаны от этой установки. Есть женщины в африканских селениях. В строительной каске и спецодежде проводит большую часть дня монахиня Альфонсина Сиза. Она построила маленькую гидроэлектростанцию в городе Мития в Дейер Конго. Теперь сама её и обслуживает. Монастырю нужен был электрик, и во мне увидели талант. Поэтому мне предложили изучать электротехнику. Так всё и началось. Монастырь вдохновил меня учиться. Только 20% населения Дейер Конго имеют доступ к электричеству. При этом инфраструктура уже старая, поэтому электроэнергию подают с перебоями. Монахиня устала полагаться на свечки и генератор, работающий на топливе. Поэтому семь лет назад начала собирать деньги на строительство гидроэлектростанции. Теперь школьники могут осваивать работу на компьютере не только по книжкам, а в больнице без проблем делают рентген в любое время. «Мы обеспечиваем электричеством школу, поэтому помогаем обучать детей. А подавая электроэнергию в больницу, мы помогаем всем людям». До строительства самодельной электростанции в МИТе подавали электричество 2-3 раза в неделю. Причём только на несколько часов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова